Люди наблюдательные заметили, что в самых мрачных скалах и ущельях гор находятся самые редкостные цветы. И обстоятельства жизни, через которые Бог проводит сегодня народ свой, они тоже схожи с этими мрачными местами для жителей земли. Но и там Бог силен воздвигать себе сосуды, которые приносят утешение и благословение и надежду. Братья и сестры, я нисколько не ошибусь сегодня, потому что у нас есть большая нужда. Мы с вами нуждаемся в образце. Мы с вами нуждаемся в героях. И не подумайте, что это светская истина. Она сегодня не может трогать сердца святых божьих людей. Нам нужны герои. Они нужны и парням, и девчатам. Они нужны молодым и старым. Они нужны мужчинам и женщинам. Они нужны святым и обессиленным. Братья и сестры, пока мы живем. Сегодня об этом, о том, что является для нас как бы недостатком, мне хотелось сегодня и поговорить и с самим собою, и поделиться этим с вами. Первое место послушаем. Оно записано в послании к евреям. 11 глава с 32 текста. Читаем следующие слова. И что еще скажу. Болки чужих. Это плеяда. Это звезды сегодня первой величины для нас с вами оставлены. И коль апостол Павел, этот великий подвижник, учитель язычников, он говорит о том, что не достает нам в полноте говорить, мне сегодня хочется снова и снова открыть эти древние страницы для того, чтобы в наше время безнадежное. Тогда, когда люди ищут голоса, а голоса нет. Вы помните 73-й, он говорит о том, что знамений наших мы не видим. Все изломал и все изломал и все осквернил враг во святилище, все разорил и разрушил. И квест эссенции этого псалма написано. И нет с нами того, кто бы знал, доколе это будет. Мы сегодня переживаем эти моменты, когда мы смотрим на политиков, мы смотрим на лидеров стран и мы видим, что они потеряны. У них нету рецепта. Я хочу открыть эту книгу. Даже в самой безнадежной, мрачной темнице есть надежда, есть выход. Братья и сестры, посмотрите еще одно местописание, которое мы с вами можем прочитать и иметь утешение от нас. Это жизнь и условия, в которых оказался пророк Божий Иеремия. Книга Плача Иеремии, 3 глава. Написано вот, что с ним случилось. 53 стих. «Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, и я сказал, погиб я. Я призывал имя твое, Господи, из ямы глубокой. И ты слышал голос мой. Не закрой ухо твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил, не бойся. Самое большее, что может Бог дать нам, запомните это, братья и сестры, я хочу, чтобы вы это запомнили. Он дает нам самого себя. Брат передо мной только что говорил, Мария говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Вся наша беда, все наше трагичное в нашей жизни от того, что его нет по какой-то причине с нами. И вот как раз мне сегодня хочется отметить древнего героя, о котором мы, надеюсь, уже не раз слышали. Но возьмем такой текст и порассуждаем о нем. Это 14 текст 6 главы. Господь возрел на него и сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки Маденитян. Я посылаю тебя. Гедеон. Кто знает, что значит его имя? Гедеон. По-русски это дровосек. Дровосек деревья рубил, но не тот, который стал железным, а дровосек. Это его профессия, это его бизнес был. Он был в очень бедной семье. Мы еще об этом как раз коснемся. Но это великий муж Божий, хотя и слабый. Он представлен нам на страницах Священного Писания в глубочайшей немощи. Он был глубоким пессимистом. И скажу больше, он даже был трусом. Не каждый может согласиться сегодня. Или когда мы говорим о ком-то, это трусливый человек или это трусливая скотина. Люди ценят отважных людей. Гедеон этим не являлся. Но Гедеон стал тем, кем он должен быть. И я думаю, что сегодня в нашем собрании, парни и девчата, братья и сестры, для нас очень важно иметь правильное желание и настроение. Братья и сестры, как мы уже с вами посмотрели, не всегда в нашей жизни бывает причина тому нашей греховности. Вот как раз сегодня и звучало это слово. Что с ним случилось, это для того, чтобы Господь был прославлен. А девятую главу Иоанн, глядя и Анна, откройте. Ученики стояли перед диреммой. Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? И ответ Иисуса подряс. Не он, не родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Богу угодно было это, братья и сестры. Но когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, то, что переживал Гедеон и Израиль, как нация, это было прямым указанием на их неправильное состояние. Братья и сестры, смотрите, как мы читаем. 6.1. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред глазами Господа, и предал их Господь в руки мадянитян на семь лет. Всякий раз, когда мы делаем что-то, уклоняясь путей послушанию Господу, у Господом есть средства для того, чтобы нас вернуть. Беды наши, обстоятельства наши, это как сторожевые псы у чабана, который дает им команду, и они заблудшихся, строптивых овец, снова возвращают к пастылю, в загон, в стадо. Вот точно так и обстоятельства нашей жизни, они иногда нас теснят для того, чтобы мы понуждались в Боге. Братья и сестры, посмотрите, насколько огрубело сердце этих людей. Мадянитяне, амеликитяне и прочие кочевые племена не давали покоя людям, которые вдобавок ко всему еще были в неправильном отношении к Богу, к Его заповедям. Мадянитяне, они жили бок о бок с израильским народом тысячу лет, но последние сотни лет что-то изменилось в их отношениях, и они стали злейшим бичом для народа Божьего. Посмотрите, как ярко передает Дух Святой со страниц Священного Писания то состояние, в котором оказался народ Божий в то время. Второй текст читаем. «Тяжела была рука мадянитян над Израилем, и сыны Израилей сделали себе от мадянитян ущелье в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадянитяне, амеликитяне, жители Востока, и ходят у них, и строят, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по всей земле Израилевой, чтобы опустошать ее без надежды». Братья и сестры, без надежды. Но Бог, Он является Богом всякой надежды. Беда в том, что мы очень редко вспоминаем об этом и не так быстро прибегаем к Богу. Поэтому Он иногда нас воспитывает и вразумляет, посылая нам тесные обстоятельства жизни. Мы с вами прочитали. Они приходили, они даже съедали все, что можно было съесть, и все, что нельзя было есть. Они даже ослов ели. Слышите? Это не овца, это не бык, это не свинья, это не лошадь. Они ели даже то, что не едят. И опустошенными, оставляя их голодными, они уходили. Как же они спасались? Они от привычного уровня жизни своей убежали. Они находились в ущельях расселенных скал. Они строили себе какие-то защитные убежища. Слава Богу, что Бог иногда вот смотрит на свое состояние, угнетенное состояние людей, и у Него есть вакцина для того, чтобы человека сделать снова здоровым. Мы с вами даже прочитали жизнь. Он не по собственной вине. Но люди, как пророка Божия, его бросили в глубокую яму, грязную яму. Забросали эту яму камнями. Вода поднялась уже до его головы. И он думал, что он погибнет. Что он стал делать из этой глубокой ямы, грязной? Он стал молиться Богу, живущему на небесах. И Бог его услышал. И Бог ему помог. И не только Бог ему послал необходимое. Он ему дал. Не бойся, я с тобою. И это давало силу переносить все лишения и тяготы в своем служении пророку Иеремии, братья и сестры. А вот о Гедеоне мы говорим, что он тоже не стал валить лес. Он перестал рубить дрова. Он прятался в яме. Братья и сестры, с чего началось пробуждение? С чего начался новый Гедеон? Которым Господь открыл очень много и вил себя народу Божьему. Братья и сестры, мы с вами читаем. Когда они опустошали их страну, и они это делали уже семь раз подряд. Семь раз люди сеяли. Это как раз говорит нам о том, что они были прилежны. Они были очень старательны. Они надеялись, что на этот год-то не съедят эти прожорливые люди наш труд. Но они приходили из года в год. И так было семь. И пришел восьмой год. И что-то изменилось. Почему изменилось, братья и сестры? Они начали вопить к Богу. Не молиться, они возопили. Вы знаете, что это за слово означает «вопить»? Вопить – это так иногда говорят о роженицах, которые в роддоме испытывают муки рождения. Они кричат там очень сильно. Вот так возопили сына Израилевы к Богу. Смотрите. Весьма обнищал Израиль от младенитян. И возопили сына Израилевы к Господу. И когда возопили сына Израилевы к Господу на бонетян, послал Господь им пророка. Вы знаете, есть еще один урок, братья и сестры. Вспомним его. Иаков, брат Господень, говорит, вы не получаете, потому что не просите. А когда вы просите, то вы просите не на добро, а для того, чтобы удовлетворять ваши запросы, ваше вожделение. Просите. Потому что Иисус Христос говорит, всякому, кто просит, он будет отвечен. И вот здесь, когда они помолились, Бог им ответил. Но второй урок здесь есть в том, что Бог начинает свою работу с ними не с тем, что они ожидают. У Бога, у Его, пророков, всегда есть что-то к нам, что не купишь ни за какие деньги. Это слово живое от Бога. Посмотрите, он напоминает этим людям. И когда они возопили, Господу на магнитян послал Господь им пророка к сынам Израилевым и сказал им. Слушайте внимательно, братья и сестры. Бог что-то говорит им. Так говорит Господь Бог Израилев. Я вывел вас из Египта. Вывел вас из дома рабства. Избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас. Прогнал их от вас. И дал вам землю их. И сказал вам. Я Господь, Бог ваш. Не чтите богов хаванрейских, в земле которых вы живете. Но вы не послушали глаза моего. Братья и сестры, это трагедия была Божьего народа. Заповеди, данные им для жизни, ими были посчитаны за ничто. Это мало сказать. Мало. Это страшный грех. Они отвергли Божье повеление. И этого мало. Они возгнушались ими. Как мы иногда от порченной негодной пищи отворачиваемся, так они отвернулись от Бога. Это пророк Божий им напоминает. Это ваши пути. Вот мои действия по отношению вас. А вот то, что послужило такой тесноте ваших отношений здесь. Потому что вы не послушны голосу моему. Братья и сестры. И вот теперь ответ. Написано, ответ. После того, как человек Божий, пророк, пришел и рассказал им о их состоянии, показал им, что нужно изменить, чего нужно держаться, к чему нужно стремиться. И как только они приняли этот рецепт к своей жизни приложив, Господь не замедлил оставить их. Посмотрите, мы с вами читаем. «И пришел посланник, ангел Господень, и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыться от Маденитян». Братья и сестры. Еще третий урок я хочу здесь сегодня вам отметить, что это было очень неподходящее место ни для Божьего вестника, ни для того, кто там находился. Это было Тачила, это был пресс виноградный, и вот там он тайком, тайно обмолачивал то, что удалось ему найти. Это время было такое, когда он хотел как можно быстрее вернуться снова в свою яму, где он чувствовал себя в безопасности от этих нашествий. Но с ним заговорил посланник Божий. Братья и сестры, посмотрите, насколько у него разочаровано было расстояние между народом, между его Богом, которому он исповедовал. Мы с вами читаем. И явился ему ангел Господин, 12 стих, и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный. Господь с тобой, муж сильный. И он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? Где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Сегодня оставил нас Господь и предал нас в руки мадьянитян. Братья и сестры, посмотрите, как смотрит Бог на обстоятельства, и как далек тот, с которым посланник Господин разговаривает. у него что-то память сохранило, но посмотрите, какая длинная, далекая дистанция между тем, что должно быть и чего не было в жизни. И это не останавливает Господа. И это посланника Господнего не останавливает, он ему говорит, посмотрел на него и говорит, «Иди с этой силою твоею и спасешь Израиля от руки мадьянитян. Я посылаю тебя». Когда Господь это говорит, братья и сестры, посмотрите, его реакция какая, он смотрит на самого себя. Заметьте, сколько раз уже Господь говорит, «Я с тобою, Господь с тобой, муж сильный», а он смотрит на свои собственные силы. Вот так мы иногда, как малые дети, смотрим на свои ноги, на которые мы встали в первый раз. И они у нас трясутся, они у нас колеблются. Когда-то так стоял перед людьми великий муж Божий Мартин Лютер, и люди заметили в день, когда они его судили, что у него трясутся ноги. И они не замедлили уколоть его и сказать, «Ноги трясутся». Вы знаете, он был довольно честным человеком. Он сказал, «Да, ноги трясутся, но то, на чем я стою, оно незыблемо». Братья и сестры, как важно сегодня это не на полу стоять, это чтобы Божье Слово было в нашей душе, в нашем разуме, чтобы мы помнили, что только тогда, когда мы держимся живого истинного Слова, мы можем устоять против всех перепитий в жизни. Поэтому, посмотрите, Господь ему говорит, а он отвечает Господу и говорит, «И сказал Господь, Гедеон ему, Господи, как я спасу Израиля? Вот племя мое, и колено Монасийным самое бедное, а я в доме моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадиньтян, как одного человека». Братья, их много, не так ли? О чем говорит Господь? Их много, сколько песку, их много, сколько саранчи, бывает много на полях, а Господь ему говорит удивительные вещи, «Ты поразишь их, как одного человека, потому что я с тобою». Когда мы смотрим сегодня на свои возможности, братья и сестры, это провальное дело. Наша задача сегодня, в нашей жизни, научиться смотреть на Господа. Братья и сестры, в этом очень много для нас сегодня сокрыто. И мне хотелось бы сегодня именно об этом напомнить в нашем собрании. 14 стих мы прочитали. «Иди с эту силой твоей и спаси Израиля, потому что не один ты будешь, я буду с тобой». Когда Бог дает свое повеление, тебе или мне, на любом уровне, потому что у Бога нашего нет святых профессий, идешь ли ты в дом, идешь ли ты в учебное заведение или на работе своей дневной, ты выполняешь какой-то труд. Нам очень важно, чтобы Он был с нами. Господь ему дал повеление, иди с этой силой твоей. Заметьте еще интересный стих 15. «Он смотрит на тебя, он видит тебя». Но когда ты смотришь сам на себя, ты имеешь полное основание разочароваться в себе. Заметьте, в этом тексте есть одно Божие обетовательство, которое очень много раз здесь прозвучало снова и снова. «Я буду с тобой». Братья и сестры, когда мы видим Господа, что мы можем переживать? Что должно родиться в нас? Это взгляд любви. Это взгляд ожидания. Когда Господь встречается с нами, когда мы Его ищем в наших трудных обстоятельствах, Господь очень ожидает от нас правильного решения. Что хотел Господь в этом человеке? Пробудить его. Чтобы он не имел этого желания быстрее нырнуть в это ущелье мрачное, темное и там пережить какой-то момент. Он хотел в нем воспитать вождя, лидера, воина. Братья и сестры, как это важно в нашей жизни. Как это важно сегодня для нас. Заметьте, еще одна особенность. Взгляд Господа на Гедеона был ободряющим взглядом. Мы с вами читаем эти слова. Я буду с тобою, и ты поразишь их. Не смотри, сколько их. Вы знаете, когда-то нашего русского полководца Александра Васильевича Суворова обвиняли в том, что он, в общем-то, воюет не по правилам. И когда ему говорили люди, которые были очень осторожны, говорят, командир, там французы. А он говорит, приятель, так мы их и ищем. Да их там много. Ну, хорошо, что их много. Но то мы и пришли воевать с ними. Братья и сестры, когда мы смотрим сегодня на обстоятельства жизни, Господь говорит, я буду с тобою, и ты победишь их, как одного. Не смотри, не считай их. Иди в эту битву и совершай дело своего служения. Братья и сестры, взгляд Божий для Гедеона давал ему уверенность в своих силах. Я не один, он со мною. Братья и сестры, вот этого переживания так часто нам не хватает. Понадеявшись на свои силы, мы иногда не сможем, не можем довершить, как должно наш труд и наше служение. Поэтому, когда мы смотрим, Господь, возрев на него, сказал, иди с этой твоей силой, и ты спасешь Израиля, а другие магиитян. Я посылаю тебя. Ты со мной. Ты не один. Я с тобою. Что бы сегодня не случилось в нашей жизни. Будем это помнить. Мы сегодня с вами поговорили о том, что Бог ничего большего не может и надежнее дать нам, как самого себя. Слышите это? Самого себя. В Новом Завете мы с вами читаем, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Посмотрите, сколько много обетований сегодня Господь говорит. И вот этот человек, который был слабый, робкий, трусливый, который так горел большим желанием только скорее вернуться назад к своему безопасному месту, и из него-то Господь воспитает этого славного мужа Божия. Гедеону на страницах Священного Писания уделено три главы. Сто стихов говорят о его хождении и служении. Вы знаете, меня потрясает вещь, которую достиг Господь в нем силой своей благодати. Посмотрите, когда люди пришли, мы читаем об этом, 22 стих 8 главы, и сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, потому что ты спас нас от руки маденитян. Слушайте, что говорит этот Гедеон. Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь довладеет вами». Почему он такое сказал? Потому что он осознал, что значит с Богом. Поэтому он смотрел на своих сыновей, на своих внуков, и он одного желал страстно, Господь должен быть с вами. И когда сыны израилев сделали ему такое лестное предложение, «Ты, сыны и внуки твои, пусть займут трон царя», Гедеон сказал, «Пусть это место останется открытым, Господь должен царствовать». Братья и сестры, мы сегодня живем в такое время, когда люди бросают нам вызов, люди обвиняют нас в узости. Братья и сестры, Бог дал нам свое слово, Бог дает нам самого себя, Он говорит, «Не оставлю тебя, помогу тебе, поддержу тебя, что может быть надежнее, что может сегодня не быть гарантом в нашей жизни, да поможет нам Господь в эти часы». Вспомнив историю Гедеона, осознать это, что в этом сегодня отчаянная нужда нас самих, наших детей, наших внуков, нашей страны, наших политиков, и да помоги нам в этом, Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok